Из уст в уста. Именно на этом принципе построена акция активистов Народного фронта по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». Общественники проводят мероприятия для ивановских школьников, где рассказывают, как не стать жертвой мошенников. Информация и самим ребятам полезна, и их бабушкам и дедушкам тоже пригодится. Во вторник в качестве аудитории были выбраны учащиеся школы номер 14 города Иваново. Это самая уязвимая категория населения. Сотни бабушек и дедушек в Ивановской области ежегодно попадают в лапы мошенников. Именно они страдают от них больше всего, потому что они больше всего доверяют людям. Поэтому мы решили запустить такую кампанию именно через школьников, через внуков, потому что они больше всего интересуются их жизнью. Рассказать бабушкам и дедушкам 8 простых, но очень эффективных правил защиты от мошенников. Эксперты разработали 8 простых, но очень эффективных правил защиты от мошенников. Первое. Нельзя впускать домой незнакомцев. Все общение должно проходить через закрытую дверь. Если гость уже на пороге, стоит проверить его документы и уточнить у организации, которая его направила, является ли он ее сотрудником. Не подписывать непонятных документов и не переходить по подозрительным ссылкам. Еще одно очень важное правило. Не разглашать данные своей банковской карты. Также, если вам позвонили и сказали, что ваш сын, внук попал в ДТП или ему нужна помощь, либо он попал в полицию, его нужно срочно спасти и заплатить какую-то определенную сумму денег, нужно остановиться, подумать и в первую очередь перезвонить тому же самому внуку, либо детям и уточнить эту ситуацию. Не нужно в попыхах, в спешке, в расстроенных чувствах переводить какие-либо деньги. Ну и, конечно же, если вы все-таки попали на уловки мошенников, необходимо сообщить в полицию. А еще важно помнить, что ключевой прием мошенников – создать спешку. Поэтому ко всему, будь то покупка или какая-то услуга, нужно подходить обдуманно и без суеты. Вот такие несложные правила, которые позволят каждому сохранить свои деньги, а иногда и жизнь. В планах у активистов ОНФ охватить все школы Иваново, а также пообщаться с студентами вузов и с самими представителями старшего поколения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.